Вместо резных деревянных наличников лед, вместо столетнего деревянного здания объекта культурного наследия обгоревшие стены. В середине января в Барнауле еще одним историческим зданием стало меньше. Один из владельцев бывшей конторы купца Морозова подсчитывает расходы. Закон обязывает его и партнеров восстановить строение в прежнем виде. И это не считая реставрации. Николай говорит, рассчитывает на помощь городских властей, но они пока лишь торопят. И он с партнерами намерен здание восстановить. А ведь оно могло бы разделить судьбу 140-летнего здания торгового дома Сухова, что расположено совсем рядом. Оно сгорело почти 20 лет назад. За последний год его дважды выставляли на торги, но желающих отдать почти 20 миллионов рублей не нашлось. Теперь, чтобы сделать объект привлекательнее для возможного инвестора, цену снизили на 5 с лишним миллионов. Сейчас оно составляет 14 миллионов 940 тысяч и 1 рубль. Рубль за здание, остальное за землю. Но если покупатель найдется, ему придется потратить еще несколько десятков, а то и больше сотни миллионов рублей на реставрацию. Возможно, по причине нехватки средств у частных энтузиастов большая часть исторических зданий Барнаула сегодня находится в упадке. Например, дом купца Паскотинова на Малоолонской и управление дрожжевого завода на Мамонтово. Сереброплавильному повезло, он получил инвесторов, но, как признают сами владельцы, до реконструкции еще далеко. Обойдется она не меньше, чем в миллиард. А вот у Кожевинного завода, что в поселке Ильича, шансов почти нет. Когда-то Кожевинный завод построили так далеко от города, чтобы вредные выбросы не мешали горожанам. Сегодня он стал заложником своего дальнего местоположения. Не то что туристы, а не всякий Барнаулец приедет сюда и увидит, в каком состоянии сегодня находится этот памятник архитектуры. В Бийске, по оценке местных краеведов, ситуация также плачевна. Почти все исторические здания нуждаются в реконструкции. Многим известный пример – пассаж Фирсова, купленный предпринимателем и заброшенный. Но большая часть объектов находится на балансе города. Бюджет Бийска отреставрировать их не позволяет. Максимум содержать, и то не всегда. Чтобы сэкономить, здесь готовы пойти на крайние меры сократить список таких особых объектов. Разжаловать памятники в рядовые строения. Особенно деревянные, на улице набережные и другие, которые, с моей точки зрения, по параметрам не проходят в этот список. Поэтому сейчас встает вопрос о том, что, возможно, к осени будет облегчен выход из реестров, и мы часть этих зданий просто-напросто выведем. Барнауский архитектор Анатолий Машонкин решительно против такого пути. Вместо этого, уверен он, надо упростить бумажную волокиту, которая отпугивает инвесторов. Пойти разрешение взять, потом на это разрешение взять еще разрешение, потом еще нужно пройти проверку, все равно, потом еще, еще, еще. И вот так вот куча бумажек, он обрастает этими бумажками, смотрит, походил, походил, смотрит и начинает уже думать, куда я залез. Барнаульский бизнесмен Сергей Карипанов тоже порой так думает, но отступать не намерен. Он стал одним из первых, кто, вопреки всем законам бизнеса, купил памятник культуры. На восстановление аптеки Крюгер он уже потратил 12 миллионов рублей и еще собирается отдать 15, только чтобы перевести в него свой музей «Мир времени». Признается, это чистый бизнес-расчет, но с какого-то момента история здания его так захватила, что восстановить его стало делом принципа. Первоначально никакого интереса у меня, что мне нужно памятник восстановить, особого не было. И я думаю, что ни у кого из предпринимателей не будет такой идеи. Вот, спасти это здание, если интересы совпадут, вот как у меня совпало, мне нужно было, найдется человека. Наши эксперты уверены, восстанавливать памятники было бы проще и быстрее. Веди краевая и городская власти с бизнесменами прямой диалог, консультируя, помогая. Пока, признают они, привычно чиновники ограничиваются санкциями. За прошедший год Краевое управление охраны объектов культурного наследия выявило 7 нарушений содержания памятников архитектуры и выписало собственникам исторических зданий штрафов на 300 тысяч рублей. Хотя это и тоже можно считать заботой о памятниках, но не решением проблемы на корню. Илья Кочетков, Александр Андропов, Сергей Даровских. Наши новости.